всем привет добро пожаловать на портал невроза мегаполиса меня зовут алексей красиков и сегодня в коротко и ясно я расскажу 7 основных шагов или 7 основных ключей как справиться с панической атакой непосредственно на месте где у вас это произошло прямо сейчас смотрите не переключайтесь будет очень полезно и интересно мы находимся в парке 10 лет назад в котором я познакомился с паническими атаками если быть совсем откровенным то ровно 10 лет назад я был уверен что я умру на этой лавочке на лавочках которые находятся сзади меня это самый центр москвы и ресторан в котором у меня собственно говоря актуализировали все невротические проблемы они он находится буквально справа от меня метров 50 именно в этот самый парк я выбегала из ресторана с паникой я был уверен что я умру где-то здесь ближайшие метров 100 вторично я себя пугал следующим образом я помню что я думал примерно так а если я сейчас умру где-то здесь на этой лавочке от сердечного приступа или еще там отчета с организмом будет стыдно потому что меня не найдут на работе и подумают что блин куда-то он сбежал и никто не поймет куда я делся я умер в парке как бы стыдно если я умру в парке меня не найдут на работе если я умру на рабочем месте будет стыдно потому что подумаешь за управляющий такой который умер собственно говоря на самой работе я не мог понять где мне умирать то ли у меня умирать в парке то ли мне возвращаться в ресторан умирать там пытался я пару раз из этого парка выбежать по поизвать на помощь вызвать скорую но это центр москвы здесь монастырь буквально рядом очень известный вы слышите да наверное но в общем то не умер я за 10 лет сейчас расскажу как я не умер что я для этого делал вы знаете что уже более десяти лет я занимаюсь этим вопросом помогая огромному количеству людей рассказываю снимаю видеоблог на виду частную практику кстати говоря по поводу монастыря я помню у меня была еще одна такая идея о том что если я умру в этом парке на этой самой работе то поскольку рядом с ретенский тот самый известный монастырь один из самых центральных мне как-то это поможет что ли но на самом деле наши клиенты они очень любят притягивать за уши истории про то что им поможет не умереть и какие-то субъективные вещи якобы им помогут в общем то 10 лет прошло и как видите ничего не изменилось по большому это счету я стою перед вами сегодня в коротко и ясно я расскажу о семь основных шагов или семь основных ключей как справиться с панической атакой непосредственно на том месте если она у вас началась это неважно это парк это работа или это какое-то пространство самолет все что угодно я расскажу о семи основных элементов которые вам нужно знать и так шаг 1 или ключ номер один что надо делать во время панической атаки первое это никогда не бойся и не пугайся объясню что я имею ввиду ты никогда не должен убеждать себя в том что то что с тобой происходит это сердечный приступ или то что с тобой происходит что-то с организмом ты должен себе четко объяснить что ты сейчас испытываешь исключительно страх ты испытываешь страх не более того все что с тобой происходит вегетативно сердечно-легочно желудочно вегетативное напряжение ощущение нарастающего нарастающего кошмара это не смертельный приступ это всего лишь навсего сильнейший страх не более того поэтому первый шаг который тебе нужно запомнить это ты не должен пугать себя тем что с тобой сейчас произошло четко возьми себя в руки и объясни себе это шаг номер два запоминай это не сопротивляться никогда не сопротивляйся тому что происходит во время панической атаки любое сопротивление только вы не накрыла только бы не усилилась только бы я не умер хватание за какие-то там аспекты ни в коем случае делать нельзя потому что чем сильнее ты сопротивляешься чем сильнее ты не хочешь чтобы это происходило это будет усиливаться поэтому шаг номер два никогда не сопротивляйся тебе надо как бы это не было смешно в науке от называется парадоксальным подходом или парадоксальной интенции ты должен максимально расслабиться и разрешить что будет происходить все что угодно со своим организмом имеется ввиду вегетативно вот просто не сопротивляешься останавливаешься и просто разрешаешь всему происходящему быть всему вегетативному это неважно это кресло стоматолога самолет и так далее ты просто разрешаешь течь всей вегетатики все что происходит через твое тело ни в коем случае не сопротивляешься просто пропускаешь это через себя ни в коем случае не создавая себя из этого какую-то катастроф шаг номер три это доверяй своему организму ты должен научиться понимать и доверять своему организму ты прошел обследование тебе ничего страшного не нашли ты должен просто довериться своему организму с четким пониманием того что со мной ничего не произойдет я делегирую своему организму все что сейчас происходит он выдержит тысячи сотни миллионов людей выдержали у меня нет никаких проблем мне не 90 лет у меня нету три инфаркта все что со мной происходит это всего лишь страх я доверяя своему организму и мне ничего не грозит шаг номер 4 это улыбайся и юмори ни в коем случае не пытаемся уходить в историю смерти или каких-то прочих проблем очень важно начать не испытывать мимическим образом страх и ужас начни улыбаться и начни юморить начни смеяться начни просто смеяться тем что о опять да прикольно здорово круто алексей опять эта херня вегетативная просто начни над этим смеяться юмори улыбайся мимические мышцы очень тонко связаны с твоей головой поэтому ты не можешь заставить свой организм быть уверенным в том что ты умираешь если ты улыбаешься юмори и улыбайся шаг номер пять очень важный во время приступа панической атаки тебе нужно всего лишь навсего начать максимально усиливать желанием воли не сопротивляться а только лишь усиливать то что происходит ты юморишь и говоришь и выполняешь следующие упражнения чё-то как-то сегодня слабенько чё-то как-то меня не очень сегодня это пугает и кроет а ну-ка сильнее и делаешь следующее ты говоришь а ну еще сильнее и отсчитываешь раз давай чё-то слабенько сегодня два ну-ка где тут мне помирать 3 максимально стараешься искренне усилить это напряжение то есть ты от него не бежишь ты не сопротивляешься а ты говоришь да пожалуйста вперед погнали я себе сейчас пугаю это страх проходит через мое тело что-то как-то слабенько сегодня а ну-ка давай меня попугаем еще сильнее вы стараетесь максимально наполнить себя страхом максимально прожить это максимально не сопротивляться наоборот идти на него вот это очень важный элемент в проживании панической атаки не убегали не сопротивляемся а наоборот даже эмоционально стараемся усилить это я тебе даю гарантию которую те могут подтвердить огромное количество людей что стоит себе сказать давай еще сильнее раз давай еще сильнее 2 чудо как-то слабенько сегодня 3 в основном люди не досчитывают и до 15 потому что страх заканчивается 12 15 и все и страха больше не будет шаг номер шесть никогда не бойся возникновения вторичной панической атаки огромное количество людей делают здесь ошибку они говорят только бы меня не накрыла повторно только бы этого больше не испытывать ни в коем случае так не делай ты скажи себе да если возникнет этой вторично если возникнет это еще раз ну возможно такое случится ничего страшного потерплю проживу усилию это всего лишь страх это неприятно вегетативно но ничего страшного в этом не будет мне что не грозит то есть не бойся повторных приступов иначе ты сможешь загнать себя в агорафобию ни в коем случае да пускай будет да не проблема проживу выдержу пойду дальше ну максимум попью водички но остановлюсь но подышу посижу пройдет там минут пять я пойду дальше ничего мне не грозит это обычный приступ страха ни в коем случае не пытайся думать так чтобы только не было таких повторных явлений ну и заключение шаг номер семь никогда не избегая тех мест где у тебя были панические атаки никогда не избегая мест связанных с метро никогда не избегая парков или каких-то обстоятельств потому что большинство людей они уверены в том что место как-то спровоцировала или место связано например духота в метро или там какое давление в самолете или еще что-то организм это запоминает твоя задача ни в коем случае не избегать тех мест где это было а идти туда и наоборот сталкиваться с этим состоянием испуга самого себя и проживать его теми синие шагами которых я тебе говорил ранее вот и все что тебе нужно для того чтобы ты справился с панической атаке и так я подытожу первое никогда не бойся приступ по панике объясняй себе что это такое второе никогда не сопротивляйся этому состоянию третье доверяя своему организму четвертое улыбайся и юмори пятое старайся максимально это усилить искренне понимая с юмором что это такое и наоборот иди на это и усиливай даже играя с этим в какую-то игру кто кого шестое никогда не избегая повторных приступов никогда не бойся что это повторится заново ответь себе что ты справишься нет в этом ничего плохого и седьмое никогда не избегая каких-то мест в пространстве или в транспорте аля только бы там это не началось этих 7 шагов помогут тебе справиться с паникой если ты смог справиться с панической атакой а ты сможешь следующее что я бы хотел тебе пожелать это понять одну вещь задай себе вопрос а почему вообще вот эта вегетативная свистопляска началась да я научился понимать что это такое да я научился понимать как с этим бороться явно учился это не создавать или я научился с этим справляться но а чего у меня это все-таки возникло тогда почему и вот я тебе отвечу тебя это возникло потому что у тебя поднялся внутренний градус эмоциональный это есть невротическое расстройство наша с тобой задача будет понять что же за обстоятельства жизни какие отношения к этим обстоятельствам так там тобой спровоцировали подъем этого градуса а вот это уже психотерапии поэтому справиться с паническими атаками научиться этого не бояться и справиться с агорафобией достаточно легко но это не есть психотерапия тут я хочу тебя немножко разочаровать научиться не бояться паники просто надо всего лишь на все не делать те ошибки которых я тебе говорил сегодня выше вот и все а вот дальше уже начнется психотерапии потому что скорее всего ты справишься с паникой это точно ты справишься с этим неправильным пониманием но напряжение у тебя останется у тебя останется напряжение у тебя останется тревога у тебя останется страх у тебя останутся вегетативные проблемы у тебя останутся фобии какие-то состояния и ты не будешь понимать что происходит вот здесь надо себя тоже пугать и путать ответ очень простой надо заниматься собственным неврозом чтобы совсем до конца всю эту историю закончить. Я желаю тебе успехов. Канал Невроза Мегаполиса желает тебе здоровья прежде всего. Подписывайся на канал, ставь лайк. Я надеюсь, это видео было полезно. Бери его с собой, выпиши все 7 этих шагов и не забывай их выполнять. Эти 7 шагов помогут вам справиться с панической атакой непосредственно на месте. Ну а в следующем ролике я расскажу вам в этом самом парке, на этой самой лавочке о том, а что же случилось-то такого в этом самом ресторане. Вон он там стоит. А почему у меня начались эти панические атаки? Это такая некоторая исповедь человека, который понял, что же произошло и в чем были причины собственно говоря этих панических атак. Смотрите в следующем ролике. Будет полезно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok